Самара получила три поистине роскошных подарка. По сути, заново обрела лицо, вспоминая, какая она была на самом деле. На полевом спуске восторжествовала историческая справедливость. Установлен так долго жданный памятник основателю города, князю Григорию Засекину, о необходимости которого говорили все, кому не безразличен город. Еще один сюрприз преподнесли археологи, доказавшие, что не зря свой хлеб едят. На Хлебной площади найден уникальный артефакт – крепость начала XVIII века. Ну и совсем скоро во всем своем былом великолепии предстанет особняк Путилова – дом, который поражает не только архитектурой, но и богатейшей биографией. Историки любят повторять городу ровно столько лет, сколько он помнит. А это ведь не так просто – помнить. Это целая наука, почти искусство – не забывать о своих корнях. О трех эпохах в жизни Самары теперь не просто будет сложно забыть. К ним самое главное – можно еще и прикоснуться. Бревно шикарное, да? Ну это вот здесь такой песочек. Вот в той части там больше глины. И там хуже сохранилось бревно. На сегодняшний день мы можем увидеть и потрогать самое раннее сооружение города Самары. Вот древнее у нас ничего нет. Эту крепость, как свидетельствуют архивы 1706 года постройки, археологи два года искали. Почти детектив. Карты, документы, конечно, подсказали место раскопок. Но все равно в тот день, когда бурильная установка на глубине 5 метров наткнулась на что-то твердое, ученые поняли, как им все-таки повезло. Метров 50 в ту сторону – уже нет слоя. Метров 50 туда – слоя нет. И буквально вот это пространство, этот пятачок, он оказался насыщен находками просто до предела. Чтобы открыть эти древности, миру археологам пришлось в буквальном смысле прорываться сквозь толщевиков и помойные ямы. Это не просто вот мы захотели, взяли, вбили колышки. Четыре слоя асфальта мы только срубали. После ним была какая-то площадка из туфа, то есть из камня, из природного. То есть, видно, площадь какая-то была. То есть, это вот 20 век, 19 век. Мы копали какие-то помойные ямы. В городе вообще копать-то негде. Как бы это ни были первые и последние раскопки. И оттого эти остатки фортификационного сооружения еще ценнее. Археологи поражаются уникальной строительной схеме крепости. Математически строгая конструкция этих клетей, которые сейчас дотошно зарисовываются. Ведь любая фотография дает искажения. В идеале, если фотографируют, то это надо аэрофотосъемку делать. Вот как разведчики фотографируют, летят, там пленка идет. Там минимальное искажение. Удивляются ученые и прочности постройки. С южной стороны мы наблюдаем такую очень мощную стену. Такую стену-заплот из двух рядов бревен, между которыми набит такой плотный песок. Стена приобрела такую метровую ширину. Очень серьезное уже оборонительное сооружение. То есть, не пробить ни ядром, ни пулей. Археологи предполагают, что именно здесь располагалось здание цейкауза, то есть артиллерийские склады. Сакральность этим бревнам придает и тот факт, что где-то здесь, 300 лет назад, вступала нога первого российского императора. Интересно то, что Петр I ведь был в Самаре в 1722 году с императрицей Екатериной. Они были, осматривали крепость. То есть, мне исключено, что здесь, в общем-то, ходил Петр I, я правильно понимаю? Я думаю, наверняка. Потому что он принимал эту крепость, он смотрел, ее осматривал. Это второе сооружение. Первое в Санкт-Петербурге раскапывалось два года подряд. И вот теперь у нас в Самаре. Все. Вот все раскопки начала 18 века, Петровской эпохи. Кремля много в России. Прекрасно хранилищихся в том числе. И деревянных в том числе. Но все они так или иначе неизвестны на поверхности Земли. А такого, чтобы был неизвестен совершенно и вдруг открыт. Это второй случай. О Петре I много говорят, как о человеке, прорубившем окно в Европу. Но он рубил окно и в Азию. И то, что во время своего персидского похода он побывал именно в Самаре, и именно здесь была заложена крепость, нет никакой случайности. Самара в начале 18 столетия была одним из форпостов российской власти на юго-востоке страны. И граница была неспокойной. И потому крепость была отнюдь не прихотью. В последствии, когда граница была отодвинута на много километров от этих мест, фортификационное сооружение оказалось в глубоком тылу. Никому не нужное. Оно было срыто в 50-х годах 19 века. То, что остался фундамент, да еще и в таком отличном состоянии, ученые расценивают как знак из прошлого. Вот они прям видны, вот они прям плотные такие, очень хорошие качества. И именно из-за этого у нас и возник вопрос о возможной консервации и дальнейшего использования уже в музейной деятельности. Ну, вот это было бы очень интересно, если бы это все получилось. Потому что сохранность, ну, можно сказать, идеальная. Вы знаете, это, ну, сравнимо с Великим Новгородом, с его мостовыми. Если мы сейчас не примем решение о консервации, это через неделю буквально все рассыпется в труху. Потому что дерево, находясь вне доступа воздуха, оно сохраняется. Вот видите, оно сохранилось очень долго и хорошо, да, с начала 18 века. Но как только попадает воздух, попадает солнечный свет, оно начинает сразу разрушаться. Поэтому надо кардинально быстро проводить какие-то консервационные работы. Вот это счастье исследователя, открывателя, да, то есть вот... Такие открытия, они не каждый день происходят. Они, да, не каждый день, не каждый год происходят, и не каждое десятилетие. Замечательно то, что сразу, как об этом узнал Дмитрий Игоревич, он сразу сюда приехал. И то, что прозвучало, вот мне очень отрадно прозвучало, что объект надо консервировать, сохранять и музеифицировать. Вот здесь, именно на этом месте. Его нельзя трогать, там, переносить, понимать. Это преступление против истории, против вот всех нас с вами, да, против наших корней. Я думаю, что после того, как вот мы нашли останки крепости, я уверена, что и власть должна пересмотреть вот вопросы с дальнейшей судьбой исторической части города. Здесь мы ничего не сносили, никаких проблем мы здесь не устраивали. От речного вокзала здесь не сильно далеко, поэтому в маршрут экскурсионного посещения включить несложно. А на автобусах вообще рукой подать. Это здорово изменяет вообще, как мне кажется, отношение к тому, чем была Самара в те годы. То есть возникает, когда вот возникает что-то материальное, что можно пощупать, увидеть, всегда у людей в корне меняется представление. Эта находка обязана стать тем толчком, который маятник повернет в другую сторону. Нам есть что показывать. Казань сделала тысячелетие одной найденной на раскопе монеткой. А у нас здесь целый пласт фортификационных сооружений 18 века. Поэтому я думаю, что это как раз еще один повод сохранить старую Самару. Вот это вот уже отлитые по старому образцу вот такие вот маленькие детальчики. Детали, в которых, как известно, кроется главное. Шаг за шагом реставраторы возвращают особняку Путилова в его прежний облик, который он, казалось, утратил навсегда. На этих старых фотографиях видно, как амбициозный прожиг дворянина построить дом, равных которому не было в Самаре, воплотился в жизнь. Я экскурсии показываю. Ну да, здание, здание, подумаешь. Не знаю, меня напечатляло даже, когда оно было в развале. Но это потому, что знали, откуда посмотреть. Заводишь их снизу, тебе, вот это памятник, вот это да. Вот это, ах, будет еще в два раза мощнее, потому что когда оно будет треставренно, оно будет убивать с одним видом. Последние десятилетия особняк, первый, кстати, кирпичный дом в Самаре, выкупленный дворянским собранием, а после революции в 30-е годы отданный под коммуналки и впрямь убивал своим видом. Разрушенный фасад, то и гляди рухнет не только лепнина, но и колонны, гнилые лестницы. И потому решение городских властей отреставрировать здание без преувеличения, можно назвать историческим. Из бюджета было выделено 39 миллионов рублей, а перед строителями поставлены жесткие сроки успеть до 30 октября. С этим подрядчиком мы уже работали, как бы, и людей знаем. Мы все должны успеть, тем более, что, видите, на доме работает очень много людей, как бы здесь люди работают каждый день, без выходных, с утра до вечера. Из такого же материала, как это было 100-150 лет практически назад, пытаемся воссоздать максимально один к одному, так как это было в 1853 году, когда вот этот вот объект строился. Вот смотрите на самом верху уже, где работают рабочие, там уже вот этот вот белый цвет, это готовый под покраску фрагмент фасада. Ну, идемте к главному фасаду, посмотрим. Вот эта часть фасада по улице Алексея Толстого, она уже готова. Давайте заглянем за строительную сетку и посмотрим, как это все будет выглядеть. Мы делали выкрасы, подбирали цвет, краски подбирали, которые максимально будут подходить к нашему климату. К цвету здания предъявлялись особые требования, он должен соответствовать исторической истине. И вот это оказалось одним из самых сложных в вопросе реставрации, ведь дом перекрашивали до девяти раз. Выбирается место, допустим, вот здесь вот, внизу карниза, где точно ничего не скалывалось никогда, и где остались первоначальные слои краски. И дальше по слоям мы это все снимаем, мы обнаруживаем, что здание это было такого вот, ну, где-то абрикосово-персикового цвета, совершенно очаровательное, с белой лепниной. И вот так вот оно и будет выглядеть. Я очень надеюсь, что к концу сентября мы уже сеточку снимем, и будет покрашенное здание. Хотелось бы, конечно, ко дню города, но может погода нас немножко подвести. Если нет, значит подарок будет чуть-чуть попозже. Наталья Бас, реставрацией она занимается с 87-го года, говорит, все дома, церкви, что благодаря ей и команде единомышленников получили вторую жизнь, для нее, как дети, к каждому индивидуальный подход и трепетные отношения. Особняк Путилова хоть и порадовал своей прочностью, в доме нет трещин, несмотря на то, что здесь капитального ремонта никогда не было. Но зато поставил перед специалистами сложную задачу. Лепнина, главное украшение памятника, настолько тонка и изящна, что требует ювелирной работы. Этот элемент, он находится вот там, на самом верху. Когда мы стали его снимать, чтобы сделать такое же, вот склеили, вот этот кусок склеили, здесь склеили, здесь доклеили. Вот это вот тоже было отдельно, вот этот вот отдельно. Видите, вот он двигается. То есть вот эта деталь, она собиралась просто там вот из 20-30 небольших фрагментов. В работе реставратора вот это вот самое интересное. Ну и еще один очень красивый элемент. Я думаю, что не все обращают внимание, когда ходят по улице. Чаще надо поднимать глаза. Вот посмотрите, это у нас кронштейн с капители. Тоже это оригинальный, сделанный в 1853 году. Чистили мы его, чистили. Краска хорошая была до революции. Счистить все не смогли. И по этому элементу сейчас будем восстанавливать недостающие. Я понимаю, что жителям очень тяжело. И как бы вот я очень благодарна за то, что люди цирпят. Вот этот грохот, эту музыку. Потому что для рабочих это темп какой-то определенный. Они себе создают. Потому что сроки очень короткие для здания. Здание сложное. Ну и потом могу сказать, что постройки середины 19 века у нас не так много в городе. Отреставрировать фасад, ну это не в силах. Ну хотели там, да, выйти, вот подмазать. Ну это что от этого подмазывания цементом? Потому что уже в том году все это начало рушиться капитально. Вот с той стороны, вот с фасада, там вообще колонны эти развалились. Вот так вот. Хорошо, что начали. Конечно рады, потому что дом разваливался. Дом историческая ценность. Этот дом, говорят историки, потерять было бы больнее всего. Здесь располагался первый литературный самарский музей с уникальными экспонатами. Типа Кушеткина, которую по легенде любил возлежать Гоголь. Здесь бывал высший свет Самары, включая семейство Алексея Толстого. Заезжали московские большие чины, Петр Столыпин, возможно Витте. Да что там министры, если даже сам император-освободитель почтил своим посещением особняк. С балкона, который вот мы видим, который сейчас, к счастью, реставрируется. Он выходил на этот балкон и обращался к собравшимся Александру Второй, который побывал в Самаре единственный раз. И здесь вот где мы с вами стоим, все было совершенно запружено народом. И они ждали, потому что многие, ну многие, когда еще увидишь царя. И он вышел сюда, он обратился, ему там башкиры подвели, если я не ошибаюсь, коня, которого для него там подарок. Вот все это было здесь. Утрать вот этот памятник, и нам негде было бы об этом рассказать, и нам негде было бы рассказать вообще о Романовых. Здесь, понимаете, здесь кирпичи дышат, вот этой историей. Здесь люди стояли, здесь они говорили, здесь решались вопросы. Мне кажется, что в принципе вот весь этот особняк мог бы стать музеем. Я думаю, что фондов, фондов и вот материалов для этого хватило бы. А ведь внутри и впрямь есть что посмотреть. Нас пустили в одну из квартир. На потолке сохранилась потрясающая лепнина. Попасть же на балкон, где выступал император, увы, не удалось. Хозяев этой квартиры, говорят соседи, трудно застать на месте. Между тем, в Самаре есть примеры, когда на месте бывших коммуналок создавались уникальные объекты. Тот же дом Алексея Толстого. Как музей существует только с 1983 года. И уже там ни одно поколение самарцев думает, что да, вот всегда мемориальные квартиры там. Это же были те же самые коммуналки. Плюс к тому, это деревянный дом. То есть перестраивалось там все в тысячу раз больше. Дерево гниет. А здесь, наверное, сохранилась лепнина. Наверное, сохранились там части интерьера. Там даже не появились желания, а осознаем мы вот необходимость. Это очень даже можно сделать. И когда есть вот эти камни уникальные, есть кирпичи. Поэтому я очень благодарен, конечно, городским властям. Может быть, они останутся, сегодняшние городские власти, в истории города. Вот потому, что не дали этому памятнику исчезнуть. Подобное решение, впервые осуществленное в нашем городе. И я очень благодарен главе города за то, что это решение наконец-то реализуется. Потому что об этом говорилось долго. Но говорили многие, а сделал только вот именно нынешняя администрация города. Так вот, это некий образец поведения. И остальным главам города, которые будут потом возглавлять нашу Самару, мне кажется, уже будет на что ориентироваться. Им уже будет не так просто отказать общественности в отсутствии интереса к восстановлению старых архитектурных особняков. Потому что им скажут, так вот же, делаем. Делали, находили деньги, решали вопрос. Значит, это возможно? Так и давайте продолжать. Рядом есть еще несколько особняков, которые также нужны нам. У нас очень интересный старый город, уникальный. Потому что специалисты приезжают из Казани и ходят и завидуют нам, потому что вот у нас сохранилась еще среда. Вот у них уже во многом суррогат. А у нас сохранилась среда. Вот это надо понимать. Вот эти коробки, коробок, высокий коробок, у нас вся архитектура, да? Значит, либо лежачий коробок, либо стоячий коробок. Вот это неинтересно. Это вызывает только агрессию и депрессию, больше ничего. А вот старый город, это же вот можно ходить и любоваться. Даже если там этот фасад требует серьезной ремонта и реставрации. Все равно это красота. Это душа. Глаз в этом купается. Да, это душа, это дух города и горожан. От горожан и их отношения к тому, что оставили нам предки, тоже очень многое зависит. В следующей передаче я расскажу о людях, которые не просто любят старый город, но и на собственные деньги реставрируют те дома, в которых живут. Они не олигархи, не наследники миллионов. Они просто из тех, кому не все равно, какой увидят Самару, те, кто будет жить в ней после нас. Так что продолжение следует. А пока удачи вам, увидимся. И еще раз с днем рождения, Самара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok